Обновление материальной базы клиник продолжается. Так в детскую областную больницу поступило новое оборудование. Средства были выделены в рамках нацпроекта здравоохранения. Одни сутки снималось ЭКГ, вторые сутки снималось артериальное давление. Сейчас это можно все сделать за одни сутки. Повесить ребенку манжету, регистрировать артериальное давление и также одновременно снимать ЭКГ 12 каналов. И это только один прибор. Всего же в распоряжение областной детской больницы поступило порядка 20 аппаратов. Какие-то просто новые, а некоторые и вовсе единственные в области. Например, вот такие тренажеры. Один для кардиореспираторной нагрузки, другой для работы с патологиями конечностей. У последнего есть особенная функция. Если пациенту не хватает мышечного усилия для того, чтобы давать нагрузку на какую-то руку или ногу, либо на разгибатель мышц, тогда мехстимулятор синхронизируется с аппаратом и тогда с помощью низкочистотных токов подаются импульсы, которые помогают. Новым оборудованием для лечебной физкультуры врачи особенно гордятся. С ними реабилитация станет намного проще и эффективнее. Ведь теперь можно даже суставы разрабатывать без долгих упражнений. Помогает еще одна обновка. Что здесь удобно? Врач или медсестра делают настройки на основном экране, а пульт для дублирования может держать пациент. Скажем, если какие-то, например, больновато становится и так далее, он просто с помощью дополнительного пульта может отключить. Появились и новые аппараты для гастроэнтерологических и офтальмологических исследований. А вот кабинет функциональной диагностики оборудован и вовсе с нуля. Раньше такие приборы были только в стационаре. Именно в амбулаторно-поликлиническом зоне этого оборудования не было. То есть амбулаторным пациентам приходилось ждать, вставать в очередь, чтобы сделать какое-то исследование. Теперь обследовать тот же головной мозг можно прямо на приеме у врача и сразу определить дальнейшее лечение. Конечно, в рамках национального проекта здравоохранения обновилась не только областная детская больница. Новые аппараты поступили, например, в Центральную городскую клиническую больницу и в Боровичскую ЦРБ. Общая стоимость оборудования для всей области составила порядка 66 миллионов рублей. Наталья Хмелева, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.